Про перелив, как раз в сцене вопрос. Смотрите, когда начинается сборка, ну каркас собрали, потом вы крепите поликарбон на стену, торец, прижимаете вот этим уголком торцевым, стеновым, да, смотрите, он крепится, саморез кровля, то есть даже по месту сверлите. Вот тут делаете, ну тут вот на трубу, как раз практически по центру, ближе, потому что тут 20 труба, это 5,5 на 19 без шайбы убирает, вот они, видите, 3 штуки, с одной стороны, то есть прижали вот так и прикрутили. Дальше, перелив, тоже самый смысл, вот тут сначала сверлится, у вас нету вверху поликарбоната, да, у вас накручен только стеновой поликарбонат, вы уголок, который идет, перелив так называемый, везде с подгибом, да, вы прижимаете, крепите здесь просто вот этим клопом, без шай, без ничего, просто клопом, здесь на арке также прижимаете, крепите клопом, на следующие арки также, потом переход, здесь идет нахлест, ну вы можете сделать, ну не знаю, разделить, сделать стык, ну ребята так не делают, делают нахлест, получается иногда небольшой горбик, сейчас я вам покажу, там, ай, там, там переход, здесь нету, здесь трешки нету, целый идет. В общем, получается переход. Дальше, следующий этап, вы кидаете, когда на крышу поликарбонат, вы выкручиваете этот саморез, надеваете шайбу и обратно в это отверстие прикручиваете. Здесь ставят в основном по две штуки, раз, два, то есть примерно на равной части разделите и просто прокручиваете через переливу, все. В этих местах, почему мы рекомендуем, и смотрите, вам нужно, чтобы торцевой профиль перфолента захватила шайбу, а если вы не сделаете, его зимой льдом, со льдом его снимет, поэтому нужно, чтобы обязательно он закреплялся, видите, то есть делите на равные части и все. И сверху, там не надо, куда отверстие, на следующий раз и два, вот на трешках, видите, раз, два, и так же, понимаете, эти отверстия есть. Вот этих отверстий, конечно, нет, потому что мы их, вы не видите и мы их не видим, куда что прикручивать, у вас не получится. Вот вроде бы все. Так, теплица-павильон, в принципе, любая теплица подходит под это видео, и легенда, и павильон трехметровый, двухметровой ширины. Короче, у всех, у кого есть прямая стена, ставится вот такой перелив. Перелив это уголок 50 на 50, под нужным углом сделанный. То есть сначала мы кроем стену поликом, нанизываем его, прокручиваем поверху, вот тут ставится саморез под переливом к прогону, чтобы поликарбонат не болтался. Далее ставим переливы, начинаем всегда от дальнего торца, от дальнего торца, то есть крутится первый перелив, крутится вот так вот карком на клопы, вот эти вот клопы, все, потом поверх него будет ложиться поликарбонат, снимем, покажем. Значит, вот ставится первый, поверх него внахлёст кладется второй, второй кладется внахлёст. Почему с дальнего торца? Потому что вот так вот с лицевой стороны, или с той стороны, с какой обычной, ты идешь к теплице, и ты этого нахлёста практически не видишь. Дальше, вот это место получается толстое, потому что там два, две завальцовки. Ее тихонечко пробиваем резиновым молотком или аккуратно металлическим через проставочку, чтобы краску не покорябать. Все, сверху верхний полик покроем, сниму. Значит, ее сначала нанизываем, внезапно, потом все время прокручивается, потому что нужно сначала надеть профиль, наклеить ленту, это мы уже сделали, получается вот нахлёст коньки, вот это место просадили маленько, чтобы полик не топорчился, и все, вот так вот будет нахлёст. Так все это будет выглядеть. Вот уже готовый перехлёст. То есть ставится шайба здесь, чтобы не было щели, и шайба здесь, на 25-й, под 8-ю биту. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...